Севастополь С губернатором Сергеем Миняйло Обсудили вопросы сотрудничества И обменялись памятными подарками Во время протокольной встречи Юки Тахатаяма заявил Будет инициировать отмену санкций Со стороны Японии Политик отметил От двустороннего сотрудничества Выиграет и его страна, и Севастополь В Японии действительно есть Интересные технологии В части водообеспечения Как питьевой воды, так и канализационной Есть технологии по облеснению морской воды И также есть выдающиеся технологии В области энергопередачи В свою очередь губернатор города Сергей Миняйло отметил Это только первые шаги к налаживанию Взаимоотношений между японской стороной И Севастополем Сегодня это продолжение Тех разговоров, которые были Каких-либо конкретных договоренностей По конкретным вкладам Пока чем нет, вы слышали Что было сказано, что есть санкции Да, и есть проблемы Но тем не менее, мы открыты Конструктивному разговору К диалогу И к переходу К определенным проектам Также в рамках визита Делигация из Японии Посетит заповедник Херсонес Таврический Дмитрий Слезовский, Деливер Меджитов Информационный канал Севастополя В Севастополе ликвидируют Все несанкционированные свалки Такую задачу губернатор Севастополя Сергей Миняйло поставил Перед главным управлением ЖКХ И которые мы сейчас принимаем в себе Сергей Иванович, действительно Последние 2-3 недели Это была основной проблемой В части вывоза мусора Для этого приняты следующие меры Мы готовили и утвержден нормативно-правовой акт Это распоряжение представителя правительства О закреплении этих домов За нашими государственными управляющими компаниями На сегодняшний день Ими заключены договора с перевозчиками И организован вывоз мусора Практически полностью они уже выполнили Пробили мусорокамеры, которые были забиты Стволы мусорокамеры Осталось еще несколько пятиэтажек По проспекту генерала Стрякова В верхней части Эту работу мы планируем закончить до 15 марта И в целом договорные отношения Сейчас должны нормализоваться И мусор должен вывозиться Я обращаю внимание, что надо принимать Эти дома на баланс города Затревать техническую документацию на них И провести их Инвентаризацию этих домов Для того, чтобы понять их состояние Дальше Что у нас по вообще вывозу мусора И по несанкционированным свалкам Вы готов доложить о том, что У нас в город входит новое предприятие Которое занимается и уборкой улиц И вывозом мусора Мы пока пробно его запускаем в Балаклавский район Оно уже там фактически вторую неделю убирает улицы И в настоящий момент выполняет установку контейнеров По новой технологии Это углубленные контейнера Объем каждого такого поддельного контейнера Пятокубов Плюс в том, что То, что происходит снаружи Этого не будет видно Это будет все, грубо говоря, под землей То есть мы первые контейнера сейчас оставим И в перспективе Он готов поставить контейнера По всему району Значит, что касается вообще Вывоза несанкционированных свалок В том числе Значит, согласно 346-му поставлению правительства В прошлом году создана комиссия по безготянным отходам В этом году проведено 7 заседаний этой комиссии Выявлено 3411 метров кубических мусора И из них порядка полутора тысяч вывезено Работа продолжается Задача за ближайший месяц У нас апреля будет месячник чистоты Задача весь этот мусор вывезти в апреля месяца Я попрошу вас У вас телефон горячей линии есть? У нас есть Надо объявить Телефон дежурного Телефоном горячей линии Второе Подключить общественность К выявлению вот этих несанкционированных свалок Вот И в средствах массовой информации Это показывает Что вот несанкционированная свалка В таком-то районе Она была Ее вывезли Я вас хочу предупредить Что вот именно город грязный Город грязный Поэтому Это одна из первоочередных задач Вашего управления Вам понятно, да? Приезд И во время объезда Я посмотрю в Балаклаву После приезда с Москвы Я посмотрю в Балаклаву Я посмотрю город И вот периодически когда езжу по городу Я сразу ставлю задачу Департаменту городского хозяйства По немедленной ликвидации Вот этих несанкционированных свалок и мусора Поэтому я хочу предупредить Что это одна из основных задач И попробуйте ее не выполнить Следующий момент Мусор, который находится Между населенными пунктами на трассах Вдоль обочин Обратите на это тоже внимание Для того, чтобы этот мусор Убирался вдоль обочин Понятно, да? И второе Меня не устраивает Когда видно, что убирают Но мешки Мусор складывается в мешки И мешки стоят на обочине Так тоже быть не должно 12 марта Участникам и ветеранам Великой Отечественной войны Вручили памятные медали Награждение приурочили Годовщине начала русской весны И 70-летию победы Отдельно на церемонии Отметили заслуги Севастопольского союза ветеранов Который активно отстаивает Права и льготы инвалидов войны Всего же до 9 мая Памятными медалями Наградят более 2000 человек Всех, кто пережил эту тяжелую годину Дай вам Бог здоровья Дай вам Бог счастья Дай вам Бог успеха И поздравить заодно и всех нас С этим праздником Потому что мы будем сильны До тех пор, пока мы будем верить В нашу победу Пожелать всем ветеранам Здоровья Непотопляемости Период мы переживаем трудный Но я думаю Прошли войну Победили вы, мои дорогие Значит, все у нас будет хорошо И с приближающейся Великой Победой Сегодня же Севастопольские ветераны Встречали делегацию из Москвы Визит приурочили Годовщине событий русской весны И юбилею Великой Победы Представители столичных Общественных организаций Обсудили с участниками войны Вопросы благоустройства И озеленения города А также предложили Севастопольцам присоединиться К акции «Мир и порядок» Масштабному субботнику Который начался за 70 дней До 9 мая И завершится на День Победы В рамках месячника чистоты Порядок будут наводить В местах воинской славы На братских могилах Памятниках и захоронениях К эстафете чистоты Которая стартовала 1 марта В Наро-Фоминске Может присоединиться Любой желающий Наведи порядок в доме А потом приглашай гостей Поэтому мы тоже хотим Чтобы весь народ поднялся На данную акцию Хотя бы во своем дворе После своего дома Подкрасил, подбелил Убрал бумажки Убрал мусор какой-то Пакеты собрал Если каждый человек Это почувствует И сделает маленький шажочек Наведение чистоты и порядка Это будет огромный Огромный подвиг Для всего нашего государства На теннисных кортах Спорткомплекса «Мусон» Продолжается подготовка Юных игроков К весеннему сезону В субботу и воскресенье В загородной балке Пройдет турнир Посвященный годовщине Русской весны Соревнования состоятся При поддержке Олимпийского совета города А также управления По делам молодежи И спорта Правительства Севастополя В высшей лиге Соревноваться будут Теннисисты от 18 А в первой лиге Все желающие В городе Раменской Московской области Завершился Кубок России По волейболу Среди ветеранских Сборных регионов Севастопольские Титулованные игроки Выступали в качестве Легионеров Клубов Южного Федерального округа В возрастной категории 60 плюс Серебряные медали Завоевали Владимир Веселкин И Сергей Пчельников В возрастной категории 50 лет и старше За команду из города Ейска Выступал еще один Севастопольский ветеран Игорь Москаленко Он также завоевал серебро В группе 70 плюс Играя в сборной Санкт-Петербурга Второе место Занял преподаватель Кафедры радиотехнических Систем Училища имени Нахимова Евгений Коваленко А ветераны Собирают сборную Нашего города Для выступлений На всероссийском турнире В возрастных категориях Старше 65 и 70 лет В августе Ветераны волейбола Ждет первенство России А в сентябре Первенство Европы Во Франции Всемирные игры Мастерс состоят В Новой Зеландии В 2017 году Когда создали команду У нас самые старшие Были 57 лет Сейчас уже 72 Вот мне А команда подтягивается И 40 И 45 И все понимаете Люди подтягиваются Играют То есть Приемственность есть Из команды Вот выпало всего два человека Один просто там немножечко Даже по семейным У него внуков много Он просто не может сюда приходить А так никого больных нет Вот все двигаемся нормально Вот по здоровью никто не ушел Таковы новости к этому моменту О дальнейших узнаем Менее чем через час До встречи в эфире